Съехать с горки и покачаться на качелях привычное для многих детей занятие, но не для ребят из поселка Железнодорожного. Летние каникулы для них проходят не так весело, как им бы хотелось. Мне не нравится то, что у нас горка, она очень, там дождушка отвалилась, когда после дождя было. Горка там вся сломанная. Даже у нас какая-то карусель была, карусель тоже ее отвезли, убрали, как бы не было. Мне не нравится, что качель вот сломана, горка вся уже поломанная. И мне не нравится, что всего, на чем можно поиграть, очень мало. Вот подружки моей, сестра с братом, вот с этой качели упали, доска обломилась. В пригодном состоянии в последний раз эта площадка была 12 лет назад, когда ее здесь установили. С тех пор внимание конструкциям уделяют исключительно местные жители. Неудивительно, ведь она одна на ближайшие 4 дома. В одном из них живет Надежда Трофимова. У женщины уже пятеро внуков, но ни одного из них пустить сюда поиграть она не хочет. Им негде играть. Начинаешь им говорить, они говорят, а где играть? Вот была бы площадка, они бы здесь сидели, чем-то бы занимались, развлекались. Желательно, чтобы какую-то вот, сейчас вон девочки-подростки сказали, попросите, чтобы сделали волейболную площадку, чтобы было где натянуть, поиграть подросткам. Идешь в ЖКХ, говоришь, они говорят, это не мы. Идешь к заместителю мэра в том году, в позапрошлом площадке, это не мы. И вот так как бы все друг на друга, и каждый раз все уплывают. Ну что ж, средств нет. Решить эту проблему жители пытаются давно, но безуспешно. Валентине Бекбулатовой уже и не сосчитать, сколько раз она обращалась за помощью, но везде получала один и тот же ответ. Дело в том, что неоднократно я перед Можжином ставила эти вопросы. А до этого и Левит был, и Литвинов, Приходкин, с кем только я не разговаривала. С Шаповаловым последний раз был разговор. Везде ставила вопрос, один ответ – денег нет. Я переписку вела уже давным-давно, и вот как только появятся средства, значит будет. А средств, увы, нет. Средств нет, а обещаний очень много. Но в этом случае обещать не значит сделать. Управляющая компания от комментария по этому поводу отказалась. Хотя однажды, по словам местных жителей, помощь она все-таки оказала. Купила банку краски и предложила покрытие развалины самостоятельно.